Но еще один регион, которым активно интересовались на этой неделе, это Приморский край, а если быть точнее, Владивосток. Сейчас его называют хрустальным городом. Все из-за непогоды в виде ледяных дождей. Они начались в ночь на 19 ноября и оставили без света, воды и отопления почти весь город. Из-за дождя низких температур улицы, дома, машины, провода покрылись толстым слоем льда. Починить поврежденные электросети пытаются коммунальщики, спасатели и даже военнослужащие. Местным же ничего не остается, как приспосабливаться и в прямом смысле слова выживать. Кто-то ходит по дому в верхней одежде и спит точно так же. Кто-то пользуется газовыми печками и баллонами. А некоторым пришлось перебраться к родственникам и друзьям, пока в доме не восстановили электроснабжение. Правительство Приморского края отмечает, что на утро 28 ноября свет удалось вернуть еще почти в 500 квартир на острове Русский. В общем, ситуация во Владивостоке постепенно нормализуется. В основном без света остались жители окраины города, так как добраться туда сложнее всего. В общей сложности это 4000 человек. Ну и подробнее о ситуации во Владивостоке мы продолжим обсуждать с местной журналисткой Анастасией Рошенко. Она на связи со студией. Анастасия, расскажите, где вы находились, когда Владивосток настигли ледяные дожди и сразу ли вы поняли, что происходит? Я находилась дома, и на самом деле в сам процесс, когда все происходило, не было понятно, что происходит что-то странное. А вот потом, когда мы начали видеть последствия, как деревья постепенно обрастали льдом и обрастали до такой степени, что 4-5 сантиметров этой прозрачной ледяной корки просто перевисывали ветви, и ветви ломались под этой тяжестью. Просто все деревья в округе начали сгибаться, ломаться, и это выглядело действительно пугающе. Но мы надеялись вначале, что все растаяло. Но оно таять абсолютно не хотело, и до сих пор большая часть не растаяла. Ну где-то счистили, где-то обломалось, упало, но лед этот не тает. Я находилась дома, и, наверное, я в меньшей степени пострадала из-за отключения воды. Ну, как все уже знают, и как передавали различные новости, телеканалы, тысячи людей оказались, даже десятки тысяч жителей Владивостока, тысячи домов оказались без света, без холодной воды. Все из-за того, что ледяная корка облепила провода, и провода начали обрываться. Из-за этого, ну, понятно, это электричество, это интернет. Нет, кстати, интернета у меня по тих пор нет, я без мобильного интернета, в принципе, с вами разговариваю. Ну, а воды не было, потому что не было электричества для насосов на станции, поэтому не работали насосы, поэтому воды не было тоже. Вот у меня не было около суток никакой воды, потом была горячая, и вот перебои вот эти длились примерно три дня. Но потом все восстановилось, электричество у меня не пропадало. Но у моей подруги была ситуация, у нее мама с ковидом лежала дома на Чуркине. Чуркин — это наш район, который больше всего пострадал в плане различных коммунальных удобств. Ну, у людей, как многие уже знают, около три суток не было ничего, ни электричества, ни воды, ни тепла, самое важное, самое главное в домах. И вот у моей подруги мама с коронавирусом лежала в таких условиях, в единой квартире, без электричества, без воды, без всего. А в больницу ее тоже не забирали, потому что в больнице мед мало, и это, конечно, был космар. И очень многие люди существовали в таких условиях. Ну, а как спасались все это время? В основном спасались все газовыми печками и газовыми отопительными приборами. У нас, в принципе, почти у любого жителя Владивостока есть газовая печка, потому что мы помним поговорку 90-х. Если в Кране нет воды, а в Родетке только, значит, вы недалеко от Владивостока. И у нас, в принципе, перебои случаются часто. Город у нас сложный в этом плане. Но в этот раз даже те, у кого не было этих газовых печек, они их купили. Были в основном действительно газовые пески, газовые баллоны. Местные власти периодически раздавали их там бесплатно. А кто-то из предприимчивых местных жителей на Бахстане перепродавал там за бешеные деньги в 5-6 раз дороже цены. В общем, все срочно купали газ и дома пытались как-то согреться этими баллонами. Ну а сейчас как дела обстоят во Владивостоке? У всех появились свет, вода и тепло. Сейчас уже, да, обстановка, можно назвать, что она стала... Ну, можно сказать, что обстановка в Приморском крае нормализовалась. Уже у подавляющего большинства людей есть свет, есть вода. Даже те места, где там до сих пор есть какие-то трудности, подвозят воду, подвозят какую-то помощь. По погодной обстановке больше, слава богу, осадок после ледяного дождя не было. Больших, серьезных. Солнечно уже несколько дней. Вчера, кстати, жители Владивостока выходили на сутник долбить лед. Вот. Несколько тысяч людей вышло. Но вот самая большая проблема, то что до сих пор льда очень много, его не успевают весь очистить. Многие тротуары, дороги очень скользкие до сих пор. И довольно много людей все поломают из этого. Ну, получают разного рода травмы, падая на этом льду. Вот здесь могу немного поругать, конечно, местные власти, потому что, ну, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, как жители Владивостока, в первую очередь, ну, очищен город плохо. Я понимаю, что масштабы проблем серьезные. Но все-таки до сих пор, до сих пор, кстати, отбивают лед с вант русского моста. Как, наверное, видели, есть кадры, как на большей высоте работают альпинисты промышленные. Они отбивают лед. Настоящие герои. Мы всеми восхищаемся. Все им очень благодарны. Приехали, кстати, вот к нам. Мы сейчас нескольких регионов. Вот до сих пор Владивосток пытается эту ледяную помощь в себя сбросить. Уже осталось немного, чтобы все окончательно вернулось прямо.